АРЕНА ВОЗМОЖНОСТИ В проекте ветераны циркового дела обучают детей разных возрастов своему искусству. Финалом проекта станет большое галопредставление, где дети смогут показать все, чему научились. Следующий! Убежала! Оп! Следующий! Выше, выше, внизу подбирай! Давай! Посмотри, пробегать надо дальше, потому что здесь скакалка поднимается уже. Тебе здесь надо прыгать выше. Валерий Алексеевич очень увлечен работой с детьми, но мы все-таки попробуем оторвать его от этого занятия и позвать к нам для интервью. Валерий Алексеевич, можно вас на секундочку? Да. Ребята, вы поняли? Значит, самое главное, чтобы вот это чувство коллективизма, чувство плеча у вас оставалось. Давайте пробуем, я сейчас подойду. Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как быстро приходит старость. Душа молодая, а тело уже не так чувствуется. Валерий Алексеевич, с чего начиналась ваша цирковая карьера? И вообще расскажите о своем творческом пути. В цирке у нас не карьера, в цирке у нас жизнь. Начал я в цирке рано, в 15 лет, заканчивал 9 класс. Был очень увлечен цирком, ходил в самодеятельный цирк. И настолько уставал, что приходил даже иногда в классе засыпал. И мне уже тогда учителя говорят, или давай правильно, хорошо учись, или тогда сам думай. Ну, я закончил 9 классов. К нам приехал цирк Шапито, к нам это в город Мурманск. Я вообще сам первоначальный из города Мурманска. Ну и все, значит, пошел туда. И меня приняли. И тогда я прихожу в школу, к директору, говорю, приходите, я артистом теперь работаю. Вот они пришли, увидели меня все. Вот два года я отработал униформистом, поездил хорошо очень по Советскому Союзу. Хотелось увидеть все цирковые номера, чтобы уже как бы багаж этот набрать. И через два года подготовил номер, цирковой номер, назывался «Жонглёр на вольной стоящей лестнице». Ну и следующий этап почти серьезный. Это когда, значит, нам было еще 18 лет, не исполнилось, по 17 лет. И объявили на весь Советский Союз конкурс для поступления в цирк на Цветном бульваре. И сам Юрий Владимирович Никулин как бы приходил на экзамены, а называлось все это «Творческая мастерская клоунских жанров» под руководством народного артиста Марка Санамоновича Мистечкина. И вот мы приехали 900 человек, приняли всего 9 человек, то есть 100 человек на место. И я счастливчик попал на это место, и меня приняли. Год я учился, год постигал все полностью, все, что необходимо было клоуну. А клоун считается это универсальный артист, который должен уметь все делать. И вот в Мурманске открыли цирковую студию, взяли меня туда руководителем, я набрал ребят. Также, как в Москве, сделал конкурс, пришло 500 человек, приняли 50. И вот так началась моя уже цирковая жизнь как руководителя, а теперь уже можно говорить даже как учителя. Вы сказали уже такое словосочетание «школа Акишин». Расскажите про нее поподробнее, пожалуйста. Ну, «школа Акишина» стала, как бы, сама создалась постепенно, потому что 20 лет, когда я вернулся после Москвы в Мурманск, и набрал первых учеников, фактически это из школы, как я их называл с улицы, из профтехучилищ и так далее. Ну, это молодые ребята были где-то до 15-16 лет. И вот начали мы с ними потихонечку осваивать все жанры, ну, самый главный – жанрирование, квалибристика, акробатика, ну, все самое основное. И мы даже сами не ожидали, что у нас так хорошо все пошло. Через полтора месяца мы дали первый концертчик, значит, через два года мы стали лауреатами всесоюзного фестиваля молодежи, трудящихся. В общем, это серьезное было звание, получили золотые медали, приехали в Мурманск, нас встречали с оркестром. Ну, то есть, вот так вот пошли появляться первые ученики. Хотелось бы узнать, чем вы гордитесь из того, что создали в течение своего творческого пути? Я горжусь своими учениками. У меня ученики – лауреаты всяких конкурсов, заслуженные артисты, их много. Сейчас у меня ученики живут, работают в цирке, работают в искусстве и в Америке, и в России. Валерий Алексеевич, вы сказали, что есть у вас какой-то музей, секретный музей или расскажете поподробнее? Очень легко. Это потому, что это музей по-своему оригинальный, называется музей клоуны мира. То есть, это клоуны в различных вариантах – керамические, фарфоровые, стеклянные, железные, серебряные. Даже есть несколько клоунов маленьких золотых. В течение 43-х лет, которые я собираю, значит, у меня сейчас коллекция порядка 7 тысяч клоунов со всего мира. В Ярославль вы приехали с благой целью помочь в реализации социального проекта «Арена возможностей». Расскажите про ярославских детей. Как у них это получается? Могут ли они постичь цирковое искусство? И трудно ли вам с ними работать? Вот я сейчас вижу, как они занимаются. Ну, чувствуется, что с ними занимаются профессиональные артисты. То есть, у них перспективы очень большие. Ну, а дальше все будет зависеть от ребят. Значит, у кого-то, если будет большая заинтересованность, они, возможно, станут профессиональными артистами. Кто-то просто будет любителем просто для души и для себя. Так что, в любом случае, это хорошо. Кстати, я приехал сюда не один, а с моим другом и известным цирковым режиссером Леонидом Савельевичем Ситовым. Я хочу просто, чтобы ты пролет такой сделал. Зафиксируйся, хорошо? Давайте я это возьму. Все, пошли. А, вот. Ага. Все? Отлично. Здравствуйте, Леонид Савельевич. Мы знаем, что вы ставите финальное шоу этого проекта. Расскажите, чего нам от него ждать. В те короткие сроки, которые нам отведены, я думаю, мы сможем показать небольшую сборную программу. Мы надеемся сделать такие компенсационные построения из ребят, чтобы подчеркнуть все навыки, которые они успеют приобрести. Леонид Савельевич, можно ли за такой короткий срок чему-то реально научиться? Репетиции начались буквально месяц назад. Возможности цирка мы используем полностью, то, что нам предоставляют. Но, тем не менее, физически времени, чтобы приобрести навык, это я вам открою секрет, что любой навык, он, собственно, приобретается путем тренировки. И он переходит, вот когда он переходит в руки, в ноги, в физические действия, на это нужно определенное количество часов. Вот как говорят, чтобы стать профессионалом в каком-либо деле, неважно, в цирковом или не в цирковом, нужно потратить 10 тысяч часов. Вот вы представьте, сколько из 10 тысяч часов мы имеем вот здесь. Но ребята молодые, самое главное, что они хотят этим заниматься, и вот это желание мы хотим превратить в действие. Важность этого проекта в том, что он объединяет людей, он объединяет наставников с учениками. И, собственно, на этом зиждется цирк, цирковое искусство. Вы знаете, что у нас династии, что у нас из поколения в поколение передается опыт. И вот таким образом, вовлекая этих детей в наш проект, мы, получается, выигрываем по всем направлениям. То есть ветераны получают, видят свою востребованность, у них есть что передать. Не рвется вот эта цепочка знаний цирковых. В общем, я считаю, что у проекта сплошные плюсы. Ну и, в общем, мы, как телеведущие, должны все попробовать на себе. Какие возможности дает эта арена под управлением наших замечательных режиссеров? Ну, я так понимаю, мы будем пробовать хула-хула? Давай попробуем. Ну-ка, проверка. Без меня тогда. Держи. Все, сразу? Это называется бочка. Да. Ну-ка, попробуй бочку. Поехали! О! Еще, 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 еще! Вот, пожалуйста, супер! Это у меня там шутки. Еще есть юбка у Екатерины, по-моему. Нет, это не юбка. Это сарафан, красивый сарафан. У меня лучше получится. Ну-ка, давай, давай. Надо сразу все вместе, да? Испытываем второго, да? Да. Браво! Ну что, две оценки отлично вы получаете. Спасибо. Спасибо. Ну, хулак-уп – это очень просто. Мне кажется, любой справится. Давайте что-нибудь посложнее. Ну, тогда воздушный жанр. Окей. Гимнастка на воздушных полотнах. Разуваемся. Становимся. Готовы? Да. Внимание. А-а-а! Осторожно. Полетели. Вот сейчас руки в стороны. Само название проекта раскрывает его сущность. Дети получили арену возможностей. Вот сейчас на наших глазах мы видим, как они раскрываются. И хочется пожелать арене возможностей дальнейшего роста, дальнейших успехов этому проекту. И чтобы как можно больше людей приходили в нашу арену. Это была программа «Цирк зажигает огни», в которой мы рассказали об уникальном социальном проекте «Арена возможностей». До встречи в «Цирке». Субтитры подогнал «Симон»! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!